ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот цитата из коллективного обращения жителей села к заместителю генерального прокурора Уральского федерального округа. То, как мы жили последние годы, можно назвать каким-то страшным режимом. Уткины сей день по ночам творили произвол. Редкий дом или дача не ограблены. Забирали, что могли унести. При этом угрожали в случае обращения в милицию живьем сжечь в доме. С жалобами мы ходили в администрацию села, помощи не получали. Милиция тоже знала об их делах, но мер не принимала. Народное терпение лопнуло после того, как Седень и Уткин, ударом ножа в спину, убили сторожа детского сада, 21-летнего Сергея Шишукова, попытавшегося им помешать, когда те пьяные ломали ограду. Тогда мужики Краснополья изловили их и решили наказать самостоятельно. Поздно вечером Ромку и Стаса закрыли в помещении пилорамы и приступили к обсуждению вопроса об их дальнейшей судьбе. Народный приговор был суров. В шесть часов утра задержанных вывели в лес и объявили им свое решение. Но давайте обо всем по порядку. Занесенные снегом крыши, бегающие без присмотра собаки и маленький магазинчик. Это первое, что увидит каждый, кто приедет в село Краснополье. Население глубинки едва сейчас достигает 40 человек. Но каждый сельчанин знает страшную историю, которая произошла здесь 20 лет назад. Пенсионеры до сих пор хватаются за сердце, когда вспоминают о тех бесчинствах, которые в 2003 году вытворяли два отморозка – Роман Седень и Станислав Уткин. Ромка и Стас с пеленок были не разлей вода. Оба из неблагополучных многодетных семей. Велика вероятность, что зачаты они оба были по пьяни. Родителей того и другого никто в Краснополье никогда не видел трезвыми. Отцы обоих парней умерли от пьянки. Ромкин папаша, однажды хорошенько приняв на грудь, насмерть замерз в сугробе. Стасова же родителя, отдыхавшего от жизненной суеты прямо на дороге, переехал трактор. С матерью Седеню повезло больше. Схоронив мужа и отправив старшего сына в тюрьму за грабеж, она продолжала растить двух младших – Ромку и Юрку. Но при этом сильно пила. Мать Уткина, оставшись одна, решила, что четверо детей – слишком обременительная нагрузка для ее хрупких плеч и изгинула где-то в Нижнем Тагиле. Стас и трое его младших братьев зимой жили в интернате в городе, а летом околачивались в Краснополье у бабушки. Так уж получилось, что Ромка Седень и Стас Уткин росли не просто детьми. Они были старшими мужиками в своих семьях – кормильцами. Как могут двенадцатилетние пацаны кормить семью? Конечно, они воровали. Все в небольшом селе заранее знали – если у кого чего пропало, дело рук Ромки и Стаса. Несколько раз мужики ловили их, драли за уши, били и отбирали крадиное. Главной наживой подростков были вещи с дач, чьи хозяева редко бывают дома. Выносили все подчистую – от самоваров до телевизора. А когда кто-то пытался им воспрепятствовать, те угрожали поджечь его дом. Вот что говорила одна из пенсионерок Краснополья о Роме и Стасе. «Я считаю, что этих сучат нужно было убить намного раньше. Это же были нелюди, настоящие варвары. Ладно, они сначала воровали, так потом двух бабушек изнасиловали. Одну посреди улицы к столбу веревкой привязали, а ей девяносто лет было и пальцев на руках не было. Тогда Руму и Стаса связали и отвезли в пункт милиции, в селе Петрокаменском. У самих нас лишь из редкоучастковой есть. Там развели руками и отправили бабку на экспертизу, а та через девять дней умерла от стыда. Другая же пожилая женщина, наоборот, не одобрила совершенный местными суд Линча. Вот что говорила она. Тем, кто устроил самосуд, пожизненное надо было давать. Такие же убийцы, как и Стасик с Ромой. Надо было избить, но не убивать. Когда Сединю и Уткину исполнилось по 14 лет, каждый мешок картошки, унесенный из чужого дома, стал оборачиваться для них уголовным сроком. В первый раз их посадили на год. В соседнем селе Первомайском они утащили с чьей-то дачи еду, одежду и телевизор. Освободившись, друзья пошлялись какое-то время по деревне, без дела. И снова оказались на нарах. На этот раз срок увеличился вдвое. В Краснополье не сохранилось ни одной фотографии Ромки и Стаса. Их нет ни в администрации, ни в школе, в которой они все же изредка появлялись, ни на кладбище, где сейчас на заброшенных могилах одиноко торчат два деревянных креста. После первого срока Ромка со Стасом обнаглели. То есть, ко всему прочему, стали пить, что, в общем-то, было неизбежно. В феврале 2003 года со второй ходки вернулся Стас, а в мае – Ромка. Они снова были вместе после двух лет в разных колониях. И им казалось, что вдвоем они могут свернуть Уральские горы. Кормить семьи им уже было не надо. Стасова бабка померла, а его братьев окончательно забрали в детский дом. Ромкин младший брат Юрка подрос и уже сам находил себе пропитание. А мамка – да черт бы с ней, с мамкой. В сентябре 2003 года случилась дикая история с двумя местными пенсионерками. О том, что бабок изнасиловали Ромка со Стасом, до сих пор говорит вся деревня. Хотя факт этот ничем не подтвержден. Одна из пострадавших сама заявила, что претензий к ним не имеет. Потому что неделю пила и на судмедэкспертизу не поехала. Другая сказала лишь, что они ее только избили. А на девятый день она умерла. Люди говорят со стыда и горя. Тем не менее, местные мужики выловили пацанов. Связали и 10 километров гнали палками до села Петрокаменского к участковому. Участковый их отпустил, погрозив на прощание пальцем. Заявления на них не было. Вечером 7 ноября 2003 года в дом детсадовского сторожа Сергея Шишукова постучали мальчишки. «Серега! Седень с Уткиным! В детский сад лезут! Забор ломают!» Сергей вскочил из-за праздничного стола, накинул куртку и помчался на работу, не прихватив ни палки, ни топора. Да и зачем ему, не так давно вернувшемуся из Чечни, 21-летнему десантнику, топор против вечно пьяных малолеток? Тем более, что вслед за ним кинулся Николай Александрович Суздалов, его отчим. Только он чуть замешкался, одеваясь. Николай Александрович подбежал к забору детсада и взвыл от отчаяния. Сергей, сын, лежал лицом вниз, сжимая в руке штакетину. Он уже был мертв. Торчавший из спины нож вошел ему прямо в сердце. А вдалеке, возле шоссе, шатаясь, быстро исчезали две черные тени. Уткина с Седеньем искали три дня. Нет, не милиция. Поисками подонков занялись друзья погибшего Сергея. Братья Егор и Антон Михайловы, школьный учитель Юрий Перевозчиков, Александр Петров и приехавший на похороны из Нижнего Тагила приятель Николая Александровича Виктор Горобец. Облазили всю округу. И в Первомайском были, и в Петрокаменском, но убийц нигде не нашли. Вечером 10 ноября, на следующий день после Сережиных похорон, те объявились сами. Пришли со стороны леса разжиться продуктами. Пьяные, оборванные, грязные. Из засады у дома Ромкиной матери их заметили братья Михайловы. Антон и Егор в дом войти им не дали. Повалили на землю и долго со стервенением били ногами. В тот же вечер состоялись допрос и суд. Стаса и Ромку притащили на пилораму, где к братьям Михайловым присоединились перевозчиков Петров, Горобец и Суздалов. Впрочем, допрос это громко сказано. Поспрашивали для порядка, как до чего. Они не отпирались. Ромку со Стасом приговорили к смертной казни. И плевать хотели в тот день шестеро краснопольских мужиков на все моратории и на все международное право. Убийц отвели в лес. То утро в Краснополье называют «казнью в осеннем лесу». «Отпустите нас, мы больше не будем», — молили о пощаде Седене Уткин. Но каратели были непреклонны. Никто не собирался отпускать парочку живыми. Казнь получилась показательной и жестокой. «Вот тебе нож», — сказали каратели Стасу. «Режь друга, как Сергей убивал. Режь, пока мы тебя не убили». Ромка Седень дико по-животному хотел жить, но понимал, что жить ему оставалось чуть-чуть. Да и Стас Уткин не хотел убивать лучшего друга. Он бил его ножом легко, стараясь, чтобы лезвие не глубоко входило в живот. Ромка только напрягал раз за разом мышцы пресса, затрудняя путь лезвию, и все сильнее стискивал зубы, чтобы не кричать от адской боли. Уворачиваться было бессмысленно. Шестеро здоровых молодых мужиков стояли тут же, в двух шагах, молча и зло наблюдая за исполнением своего приговора. Наконец Ромка упал на сырую осеннюю землю, прохрепел что-то и замолк. Он не умер, просто притворился. Настал черед самого Стаса. Для него уже была приготовлена петля. Повеситься согласно приговору он должен был сам. Мужики безучастные все так же молча пнули к нему сосновую чурку, захваченную с собой с деревенской пилорамы. Стас послушно накинул веревку на березовый сук. Сам просунул тонкую шею в петлю и сам отшвырнул ногами неустойчивый пень. Они курили и смотрели, как медленно затихает в нем жизнь. Когда Стас перестал корчиться, неожиданно и резко их гробовое молчание разрезал Ромкин всхлип. Тогда двое мужиков сняли мертвое тело Стаса, вытащили из петли, бросили его под деревом, подняли живого еще Ромку, вымазавшись его кровью, и продели его голову в ту же самую Стасову петлю. Постояли еще немного, сняли шапки, перекрестились и разошлись по домам. Окоченевшие тела Ромки и Стаса на третий день нашел в леске прямо за селом наряд милиции. Это случилось в ноябре 2003 года, а в сентябре 2004 Свердловский областной суд вынес приговор к краснопольским палачам. Так окрестила мужиков местная пресса. Самый большой срок получил Виктор Горобец. Суд признал его виновным в спланированном убийстве и покушении на убийство, и был приговорен к восьми годам лишения свободы. Остальные получили от трех с половиной до восьми лет. Что же до самого Николая Суздалова, то его судили не за месть за сына и самосуд, а только за подстрекательство. Остальные участники просто взяли на себя часть его вины. Суздалов был освобожден в зале суда после проведенных десяти месяцев в СИЗО. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok